Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Григорий Неделько. Ярость звезд». Читает Олег Шубин 15 апреля 2235 года космический корабль «Геракл-1» отправился исследовать отдаленные уголки галактики. Экипаж «Геракла» составляли самые лучшие и опытные представители своего дела. В результате несчастного случая, вызванного неопределенного рода аномалией, связь с астронавтами потеряли. Попытки восстановить контакт ни к чему не привели. Было принято решение считать экипаж корабля пропавшим без вести. Ровно через год, по окончании операции, связанной с рутинной работой космического сборщика «Гермес-5» на одном из крупных астероидов, пилот судна Хироюки Тачидзаки зарегистрировал нечеткий входящий сигнал. Тачидзаки попытался ответить на него, но потерпел неудачу. Тем не менее, передача, ведущаяся при помощи азбуки Морзе, не смолкала. Астронавт включил запись. Начав дешифровку, Тачидзаки с удивлением обнаружил, что слышит в обрамлении тире и точек не предупреждение или мольбу о спасении, а двоичный код. В какую именно картину складываются нули и единицы, гражданин Земли не знал. Правда, судя по тому, что Хироюки успел расшифровать, неизвестный контактер передавал последовательность нот и аккордов. Тачидзаки постарался определить источник информации, однако безуспешно. Еще некоторое время прием продолжался, а потом неожиданно прекратился. Разумеется, о случившемся астронавт немедленно доложил начальству. Попытки с Земли установить место происхождения сигнала тоже ни к чему не привели. Зато письмо из космоса удалось прочесть целиком. После тщательного анализа, к которому привлекли не только специалистов по полетам к звездам, но и виднейших музыкантов, стало ясно, что Тачидзаки зарегистрировал некое неизвестное доселе очень необычное музыкальное произведение. Хироюки посчастливилось в виде цифр полностью записать неузнанную партитуру, прежде чем она так внезапно пропала из радиоэфира. Восстановленный из разрозненных кусков, опус получил название «Симфония сингулярности». Чтобы исполнить симфонию, в крупнейшем планетарном актовом зале «Титан» собралось более двухсот профессионалов — скрипачи, тромбонисты, клавишники, барабанщики и не только. Дирижировал оркестр сам маэстро Рылинский. Известнейшие люди и обычные трудяги в огромном количестве пришли послушать сочинения безымянного автора родом из неустановленной точки Вселенной. Концерт записывали, транслируя в прямом эфире по телевидению, радио и интернету. Вот как все было. В зале погас свет, включились прожектора, и представление началось. И чего бы ни ждали гости, то, что они услышали, превзошло, как принято говорить, все их ожидания. В любом смысле. Дело в том, что мелодия была столь масштабна, странна и несуразна, будто вовсе не предназначалась для человеческих ушей. Слуха пришедших в титан коснулась, а точнее обрушилась на него, некая первобытная мощь, пересыпанная где-то чудными, а где-то даже пугающими музыкальными решениями. Удивительные сочетания нот, отсутствие привычной мелодики как таковой, скачкообразный ритм, непредсказуемые паузы. Автор симфонии сингулярности, кем бы он ни был, словно бы отрицал, отбрасывал весь опыт по созданию произведений музыки, вместо него предлагая нечто одновременно нелепое, глобальное и кошмарное. Когда фантасмагоричное творение внезапно закончилось, будто оборвавшись на полуфразе, прожектора в зале погасли, а свет вновь зажегся. Но никто не в силах был аплодировать. И по всей планете слушатели пребывали в ошеломленном молчании. В тот же самый миг, когда отзвучала последняя нота симфонии, наверное, по необъяснимому стечению обстоятельств, в небе над сверхмосковией, где проходил знаменательный концерт, открылась пространственно-временная прореха. Безусловно, ученые не сразу поняли, что прореха именно пространственно-временная. Когда же последние сомнения исчезли, был снаряжен и отправлен внутрь висящего над столицей разрыва космический корабль «Геракл-2». И снова только лучшие вошли в состав. Работники ЦУПа отслеживали каждый шаг, каждое действие астронавтов. Но это не помогло. Стоило кораблю исчезнуть за пределами внезапно возникшей прорехи, как она тотчас схлопнулась. Кажется, звездолет повторил судьбу своего тезки. Тем временем, после нескольких секунд светового и звукового хаоса, к которым оказались неготовы опытные астронавты, «Геракл-2» вывалился из второго континуумного разрыва в неизведанной части Вселенной и рухнул посреди какого-то космического тела. Дыра в небе моментально затянулась, лишая возможного пути назад. К счастью, никто из экипажа серьезно не пострадал. Вот только не удавалось определить местонахождение, и самые звезды, отображавшиеся на экранах мониторов, выглядели чужими и точно бы враждебными. Во всяком случае, никто из людей прежде не видел подобных созвездий. На связь с ЦУПом выйти не удалось. А затем, буквально пару минут спустя, системы космолета перестали работать. Тогда приняли решение полным составом отправиться наружу для исследования вновь найденной территории. Люк пришлось открывать с помощью аварийной системы. Когда с этим покончили, шесть астронавтов, облаченные в скафандры, выбрались на каменистую мертвую землю и огляделись. Кругом, насколько хватал глаз, простирался однообразный серый пейзаж без малейших признаков жизни и присутствия разумных существ. Между тем было установлено, что атмосфера чуждого небесного тела необъяснимым образом практически соответствует земной. Скафандры, впрочем, решили не снимать, поскольку сведений о возможных опасностях, таящихся вокруг, покуда у экипажа второго Геракла в наличии не имелось. Вдруг один из астронавтов, пользуясь навигатором, обнаружил некую значительную по размерам явно искусственную конструкцию. Посовещавшись, решили отправиться туда. Шли достаточно легко, но пребывали в крайне мрачном расположении духа, что вполне понятно. Перспективы по спасению и возвращению на Землю оставались более чем туманными. Наконец, впереди показалась первая цель их путешествия, и едва это случилось, шестеро опытных мужей и дам разом остановились. Они опешили, не могли поверить собственным глазам. Перед ними, в нескольких сотнях метров, находился потерпевший, похоже, крушение, космический корабль. Они двинулись дальше, и когда очутились достаточно близко, изумлению их не было предела. Перед астронавтами возвышался потерянный, казалось навсегда, Геракл-1. Рядом с кораблем никаких признаков людей. Внутри, когда забрались в открытый люк, тоже никого. Системы корабля не подавали признаков жизни, и только на бездействующей приборной панели с своеобразным отголоском затерянного в дымке прошлого лежал забытый или оставленный кем-то листок. На листке, латинскими буквами, короткая записка, бессмысленная и неведомая, к тому же неудобо читаемая, возможно, начертанная в попыхах. Определить значение написанного не удалось. Создавалось впечатление, что буквы и знаки сосуществуют на белом листе бумаги в совершенно произвольном порядке. Долго биться над разгадкой не позволили дальнейшие события. Вновь задействованный, сканер обнаружил в относительной близости некое рукотворное сооружение. Поэтому, прихватив с собой необычайную записку, опять отправились в путь. На сей раз, ведомые красным маркером на экранах, двигались чуть дольше. Искомое сооружение, если верить навигатору, располагалось за высокой и широкой скалой. Обогнув ее, шестеро космических путешественников наткнулись на картину, которая перевернула мир в их глазах. Посреди безжизненного каменного ландшафта возвышалась громадная одиночная постройка. Какого-то мшистого или земельного оттенка она переливалась в свете далеких, неразгаданных созвездий непередаваемыми цветами. Но это было не самое поразительное. Наиболее впечатляющее и ужасающее заключалось в том, что архитекторы, воздвигавшие строение, кем бы они ни являлись, словно бы отринули все правила евклидовой геометрии. Части колоссального здания находились по отношению друг к другу под такими углами, вообразить и уж тем более воплотить в реальность, которая не под силу ни единому человеку. Инопланетный храм, а, возможно, хранилище, дом или что угодно иное, одинокое, беззвучное, звало и влекло к себе ужасом тайны, неким неопределяемым чувством, которое и рождало в сердцах завороженных его видом людей. И, зачарованные жутким, но неотвратимым зрелищем, они подошли почти вплотную. Когда это случилось, удалось в деталях разглядеть циклопические, уходящие в недосягаемую ввысь полукруглые ворота. На фоне здания люди выглядели жалкими, беззащитными букашками. Слева и справа от ворот возвышались многометровые колонны, низ которых усеивали крупные знаки, не имевшие ничего общего с земной письменностью. Повинуясь неожиданному порыву, астронавт, у которого находился листок с загадочной псевдо-латинской надписью, вытащил его и, как мог, прочел зафиксированный неряшливым почерком вслух. Заканчивалась фраза чужеродным, но отчего-то смутно знакомым человеку звукосочетанием вхтагн. И в тот же миг, сотрясая воздух, задвигались гигантские створки. Смрад и изначальная тьма ринулись наружу, туда, где правило бал нелепое подобие солнечного света, чтобы смести его со своего пути, поглотить, уничтожить навеки вечные. А следом явился он и протянул к ним бесконечные, бессчетные отростки. Когда все было кончено, Ньяр-лат-Хотеп огляделся по сторонам всей своей богомерзкой массой. На некотором отдалении он заметил вторую, потерпевшую крушение машину. К ней и направился, минуя машину первую. С ней, а равный с ее экипажем, древнее божество уже успело разобраться. Приблизившись к кораблю, Ньяр-лат-Хотеп запустил внутрь отросток. Он шарил и шарил в тщетной попытке выяснить хоть что-то о тех никчемных созданиях, кои осмелились прийти к нему и разбудить второй раз за прошедший, по его представлению, совсем невеликий промежуток времени. Темные боги, равно и он, находились во Вселенной так давно и готовы были существовать еще столь долго, что земной год казался им лишь мигом, быстротечным, почти что мертворожденным. Не в силах обнаружить ничего о месте обитания безрассудно наглых и бесконечно глупых визитеров, ползучий ужас переполнился праведным с его точки зрения гневом. Он разрушил летающую машинку, но это не принесло никакого облегчения. Минуло неопределенное количество времени. Ньяр Латхотеп уже собирался вернуться обратно в дом-храм на краю вечности, в законную обитель и колыбель, когда прямо над ним разверзлась дыра в континууме, дабы, судя по всему, исторгнуть из своего разверстого чрева очередных возмутителей спокойствия. И тогда он закричал. Не как кричит живое существо в злобе либо страхе, но как безумно вопит создание, полностью сотканное из мрака, смерти и безысходного отчаяния других. И земля содрогнулась под ним, и воздух загустел вкруг него, и небосвод над несоразмерным, титаническим, вселяющим первозданный ужас, с телом окрасился в черные тона. Расстояние не имело для Ньяр-Ладхотепа смысла. Он способен был, и теперь уже алкал стремительно, неуловимо путешествовать сквозь космическую тьму, лишь бы отыскать тех, кто вторгался, тревожил и мешал спать, посигнув на исконное, нерушимое право. Разгневавшийся сверх меры, владыка страха сходил с ума от ярости. И яростью его можно было крошить звезды. Вы слушали рассказ «Ярость звезд». Автор Григорий Неделько. Запись произведена в рамках проекта СВИД «Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта свитбук.ру в 2022 году. Читал Олег Шубин. Обработка звука Владислав Каменев Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...